Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Хроники Столера-Любителя. Как вы думаете, что это такое я сегодня затеваю? А сегодня я решаю следующую задачу. Есть жесткий стул, который удобен человеку с проблемами позвоночника. Но чтобы читать книги, нужна некая подставка-пюпитр, которая могла бы регулироваться как по высоте, так и по углу наклона. Вот нарисовал я такой пюпитр о трех ногах, где угол наклона регулируется гребенкой, а сама полочка для книг, вот эта полочка скользит и фиксируется на центральной направляющей, а также опирается на боковые наклонные стойки. О размерах скажу чуть позже, а сейчас приступаю к изготовлению. В одном из магазинов из разряда все для бани купил термолипу. Это вот такие планки для изготовления банных полков. У них размер 25 на 90. Но вот края скруглены, я не знаю, нужно оно мне или не нужно, и поэтому для начала я решил просто-напросто на циркулярке эти скругленные края убрать. Вот. Что интересно, дерево такое, липа, она в общем-то не фактурная, когда она белая, а тут уже какие-то вот волокна прорисовываются. Интересно. Хотел сначала точно в размер мне 50 миллиметров нужно напилить, но потом решил, что я лучше дам припуск пару миллиметров с тем, чтобы потом на рейсмусе более четко довести до нужного мне размера, чтобы заготовочки у меня получились 50 на 25 в разрезе. Ну вот, нет ничего такого, на что хотелось бы смотреть вечно, как огонь, вода и выползающие из рейсмуса деревяхи. Вот такая красота. Продолжаю обрабатывать заготовки. Мне нужно сделать шаблон. Дело в том, что каждая деталь будет оканчиваться или полукругом, или вот такой волной. Но тут как нельзя, кстати, поздравительная открытка из прекрасного плотного такого глянцевого картона. И я решил, что даже не буду переносить этот рисунок на МДФ или на фанеру, прямо вот по этой открыточке все заготовки и нарисовал. Ну а потом просто-напросто лобзиком отхватываю ненужное, что полукруглое, что волной. Пилится легко, но термодерево, термолипо очень колкое. Видите, какие сколы. То есть потом достаточно много придется шлифовать, но заранее хочу сказать, шлифуется она тоже прекрасно. Вот, собственно, шлифмашинка ленточная. Хорошо, что вот у нее в комплекте штатные такие струбцинки. К столу можно прихватить. Ну а дальше, как говорится, начинаем производственную гимнастику. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Очень увлекательное занятие, полезное для здоровья, для разработки суставов. И таким вот незамысловатым образом шлифуются все детали будущего изделия. Так вот, выпилил две дощечки и две фанерки. Сейчас нужно сделать шаблон для фрезеровки. Размер произвольный. Единственные дощечки, они толщиной такие же, как мои заготовочки, которые я буду фрезеровать. А между фанерками нужно соблести расстояние в 54 миллиметра. Я потом скажу, для чего. То есть, смысл в чем? Вот так вот я сделаю. Вот эта деревяшка будет к фанеркам ровно под 90 градусов, а вот эта деревяшка на 6 градусов будет наклонена. Сюда-сюда, неважно. Сейчас как рука возьмет, как пойдет. Посажу на клей и на гвозди. Пневматический. Ах, красота. Так, всего 90 градусов вот здесь есть. Куда ты уезжаешь? Так, теперь нужно вот эту планку сделать, наклонить под угол. Так, есть у меня... Сейчас я посмотрю, вам видно или нет? Вот такое. А, вот видно. Китайское чудо техники. Вот оно сейчас выставлено под 45 градусов, а мне нужно 6. Тут вот сзади есть такая поворотная гребеночка. И вот я выставляю на 6 градусов. 15, 12, 12, 10, 6. Все, фиксируем. Вот, теперь получается, что вот эта штука относительно вот этой на 6 градусов. То есть, если мы нашу дощечку выставим по этой линии, то она получится наклонена на 6 градусов. Друзья, но если я даже в каких-то минутах ошибусь, то ошибусь-то я на всех стыках получается. И стало быть, все равно должно ровно, ну, аккуратно получиться. Ну, вот как-то так. И надо зафиксировать. Нет, я, конечно, молодец, только клей я теперь туда уже... Ладно, не буду я туда клеем лазить. На сухую сделаю, потому что сейчас туда лазить клеем, это опять потом все выставлять. Не, я так не могу. Надо сделать как надо. Так вот, 54 миллиметра для чего мне нужно? Это мне нужно для того, что детали у меня, заготовки, они 50 миллиметров. А копировальная втулка больше диаметра фрезы, на 4 миллиметра. Я их должен прибавить. И тогда, когда я буду работать копировальной втулкой по вот этим фанеркам, у меня будет вырезаться ровно 50 миллиметров, как мне и нужно. Все, шаблон готов. С этой стороны ничего не вырезало. Вот такой сделали мы шаблон. Это здесь у нас угол 90 градусов, а здесь у нас угол 84 градуса. Дальше на своем сборочном столе я нарисовал центральную линию, всю геометрию, согласно всем теоремам геометрическим. И вот с помощью двух угольников ищу местоположения каждой детали, каждой заготовочки. И прежде чем фрезеровать пазы, решил обойти полукруглой фрезой. 6 миллиметров радиус. Вот так вот выглядят скругленные окончания моих заготовок. А вот так вот выглядят волнообразные. Так, похоже, меня посетил геометрический кретинизм. Планки-то левая и правая, а угол-то я только один такой красивошный сделал. То есть, если, например, эту планку, понятно, мы вот так вот зажмем, все, тут можно фрезеровать, вот, 6 градусов. А если мы возьмем вот эту, то тут вот уже на перекосе, всяк тут уже 12 градусов угол образуется. То есть, да, ребята, надо пораскинуть мозгами, но не в смысле головой биться, а циркулярку. А сейчас сделаем немножко по-другому. Вот я взял такую фанеру, здесь 90 градусов, здесь у меня 6 градусов выставлено. Так, то есть, вот сейчас, ага, вот так, и относительно пильного диска выставляем. Так, ну, вроде так, да? Вот, 6 градусов, то есть, сейчас как надо. Теперь этот упор, он у меня под 90, ослабляем, и выставляем этот упор под фанерку и фиксируем. Вот, так более точно, потому что если здесь просто сразу поставить 84 градуса, я не верю, можно промахнуться. Вот и с этой штуковиной будет поточнее. Так, ну что, включаем пилу в розетку. Поехали. И вот получилась вспомогательная планка с углом 6 градусов. В общем, зря я затеял эту штуку с 6 градусами, вот здесь я это дело увольняю, буду работать только с нулем. И вот с этой планочкой 6 градусной, которую я сделал. То есть, надо мне вот так, значит мы делаем... Вот, вот она подходит для этой. А если мне нужно вот эту, то, соответственно, мы переворачиваем, и оно подходит сюда. Вот. Все, и теперь вот можно спокойно фрезеровать, а это уже не нужно. Достаточно, в общем, угол в 90 градусов и вспомогательную планку на тот угол, который вам нужен. Все. С помощью глубиномера выставляю вылет фрезы 7 миллиметров. То есть, в одной детали будет выбрано 7 миллиметров, и в другой встречно будет выбрано 7 миллиметров. Ну, я думаю, будет такое хорошее сочленение, хорошее сочетание. Ну, и затем, собственно, фрезерую все при помощи вот этой планки 6 градусной. Фрезерую не сразу на 7 миллиметров, а фрезерую в два прохода. Вот получается такой паз. Ну, а потом переставляю, как мне нужно, все заготовки, также зажимаю, и продолжается работа аккуратненько. Пазы размечал, выставляя эталонный брусок по угольникам, потому что детали мало того, что в разных плоскостях, они еще и со скругленными краями. А, фух, с этой геометрией, что-то я забутался. Короче, эти вот так вот должны быть, а эти вот так должны быть. Вот. И все это еще желательно, чтобы совпало. Пока? А, вот это совпало. Хе-хе-хе. Так, ну-ка. Хе-хе-хе. И это совпало. Сейчас мы там подложим. Так, и еще центральная. Желательно, чтобы тоже совпало. Ну-ка. Хоу. Как будто тут и была. Слушайте, а все совпало. Сейчас надо все тогда посадить на клей и оставить в покое. Все-таки я здесь никаких механических креплений не хочу. Я думаю, что на хорошем клее это будет достаточно для выполнения всех функций. КОНЕЦ Надо собрать кронштейны уже окончательно. Ну, тут все понятно. То есть вот так вот сажаем на клей. А когда подсохнет, с обратной стороны на саморезы. Слушайте, человек какой-то херундой занимается. Есть же прекрасный инструмент по намазыванию клея. В конце все будет видно. И сейчас, чтобы не углубляться в теорию, просто скажу, что кронштейны нужно будет со смещением крепить вот так. То есть вот так вот разводим и вот так вот крепим. Потом будет понятно. Так, друзья, ну вот кронштейны на месте. Значит, начинает уже что-то вырисовываться. Нужно делать заднюю ногу, гребенку, регулирующую наклон. Собственно, полку, которая будет здесь скользить. Но, как слышите, я говорю в нос, как слоник из мультфильма. Что-то болезнь меня настигла внезапно. Поэтому на этом первую часть буду заканчивать. А во второй части все доделаю и дам все размеры, как и обещал. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok